Был бы я воздухом, чистым и свежим, Что бы я делал, стоял бы в тиши, Что бы отчизна, под солнышком нежась, Мной надышаться могла от души. Эти строки принадлежат одному из ведущих писателей Карачао-Черкесии, лирику и прозайку Джамаладину Лагучеву. Это был человек, преданно служивший своему делу и народу, талантливый автор, оставивший яркий вслед развитие абазинской литературы и обогативший ее своими произведениями. В этот день много теплых слов звучало в адрес Джамаладина Катуевича. Джамаладин Катуевич остался вот таким ротоборцем, защитником писательского дела. Автор многих книг, поэтических книг, прозаических книг, член Союза писателей СССР, член Союза писателей России, народный поэт Карачаева-Черкесии. И он был, можно сказать, что визитной карточкой нашей республики. Право открыть мемориальную доску было предоставлено сыну и внуку Джамаладина Катуевича. Сегодня, вспоминая с любовью отца и дедушку, он остается для них примером высокой ответственности, преданности долгу и родному народу, честности и доброты. Как любой сын о своем отце, все хорошее скажет. Этот человек до того был доброжелательный, он никогда слова не повышал, он разговаривался тихо, меренно, то есть человек был добрейшей души. На церемонии говорили не только о таланте Джамаладина Катуевича, но и о его редких человеческих качествах. И для многих собравшихся он был не просто писателем, но и преданным другом и товарищем. Я лично его знал очень многие годы, знал его как очень доброго и порядочного человека. Я никогда в жизни не видел, чтобы Джамаладин Катуевич не слышал, поднимал голос. Это очень добрый, очень светлый человек. И уже как просто гражданин, как житель города Черкеска, я счастлив, что вместе с семьей Джамаладина Катуевича мы дожили до такого дня. И вот память о нем теперь сегодня открывается доска. Этот человек безмерно любил Карачаево-Черкесию, безмерно любил свой аул, кубину. На встрече говорили, жизнь и творческий путь Джамаладина Катуевича – пример для подрастающего и будущего поколения. Свою литературную деятельность он начал в 1950 году. Он был одним из первых литераторов послевоенного времени. Из-под пера талантливого писателя вышло 25 поэтических и прозаических произведений, а также 18 книг, в которых собраны стихи, поэмы, очерки, рассказы, повесть и роман на родном абазинском языке. Джамаладин Катуевич вошел в историю литературы со своим особым языком, своим особым видением мира, своих произведений, поднимал очень актуальные социально-нравственные вопросы и с успехом их решал. В нашей памяти Джамаладин Катуевич останется как интернационалист, который сделал очень много в обороне нашей республики, всегда выступал в заединении народов, всегда хорошо относился ко всем народам, вежливо отзывался от всех народов нашей республики. Джамаладин Лагучев ушел из жизни на 80-м году, оставив своим читателям бесценное наследие, которое еще не одно десятилетие будет служить напоминанием о талантливом абазинском писателе. О роду Лагучевых будет кем гордиться еще долгие годы. Дарья Назарова, Мурат Котев, Архив 24.